Нил Дональд Уолш Книга перемен Перемены в твоей жизни не прекратятся никогда. Если ты надеешься тихонечко переждать, пока все утрясется, тебя ждет разочарование. Ничто не утрясется. В твоей жизни потрясения будут происходить постоянно. Перемены будут всегда. Это то, что есть, и этого не изменишь. Однако можно изменить свое отношение к переменам и то, каким образом эти перемены изменяют тебя. Мы пытаемся изменить свою реакцию на перемены, которые на нас воздействуют. Перемены изменяют всех, но эти изменения происходят с каждым по-разному. Нужно понять не только то, как нужно думать, но и что нужно думать. Ум – это просто механизм. Он не имеет силы. Силу для творения ум получает от души. Следовательно, чем меньше твоя связь со своей душой, тем хуже творит ум. Если твоя душа в достаточной мере наполняет ум духовной энергией, тогда ум работает на полную мощность и может творить чудеса. Перемены не просто изменяют нашу жизнь. В большинстве случаев они причиняют боль, наносят ущерб, сокрушают мечты, срывают планы, разрушают будущее. Это, в свою очередь, разбивает, истощает и тушит тебя. Но, тем не менее, всегда есть люди, которые проходят через перемены, находясь при этом в самом их эпицентре, и чувствуют себя хорошо. Человек должен научиться общаться с изменяющимся полем перемен. Большинство людей шарахается от перемен. Они боятся их, как огня. Они не любят перемены, поскольку те заставляют их шагнуть в неизвестное. Перемена заставляет встретиться с глубочайшей неопределенностью и угрозой для жизни. Не убегай в одиночество. Выходя на связь с другим человеком, ты обретаешь связь с самим собой. Разговор с человеком – это контакт с умом, находящимся вне твоего собственного ума. Общение позволяет тебе соприкоснуться с той частью твоего «я», которая намного превосходит твой ум и твои мысли. Так получается потому, что выходя с кем-то на связь, ты тем самым выводишь себя за пределы непрестанного внутреннего диалога и начинаешь диалог внешний. В ходе внешнего диалога собеседник может наполнить тебя свежей энергией, помочь взглянуть на вещи с иной точки зрения. Помимо общения с другими людьми, очень полезно отправиться далеко внутрь себя и возобновить дружбу с собственной душой. Часто, когда человек сталкивается с переменами, которые кардинально влияют на его жизнь, он теряет связь с собственной душой, глубоко зарываясь во внутренний диалог своего ума. Идти внутрь себя и вести диалог с самим собой – это не одно и то же. Не ищи себя в своем собственном уме. Там ты себя потеряешь. Там люди утрачивают связь со своей душой. В собственном уме ты ничего не найдешь, кроме своей личной истории о себе. На самом деле мы все являемся пленниками нашей личной истории. Чтобы понять механику ума, то, как ум работает, нужно выйти за его пределы и посмотреть на него со стороны. Реакцию порождают не сами данные, а то, что твой ум с этими данными делает. Твоему уму совершенно безразлична действительность. Он просто реагирует на входящие данные и на данные, которые были введены в него прежде. Если в ум ввести ложные данные, то он придет к ложным выводам. И если на основании этих ложных выводов ты создаешь свои отклики на жизненные ситуации, то это прямая дорога в эмоциональный ад. Люди оказываются в плену мыслей, не имеющих ничего общего с действительным положением дел. Им даже в голову не может прийти то, что их мысли не верны. Эмоции создаются умом. Это происходит с молниеносной скоростью. Поэтому кажется, что эмоции проявляются не от ума. Буквально со скоростью света мозг обрабатывает входную информацию и проявляется та или иная эмоция. Но как бы быстро ни работал ум, он все равно имеет свой предел. Но в то же время, даже зная весь механизм воспроизводства мысли, нам все равно не удастся ее изменить, так как скорость этого воспроизводства очень велика. Даже заранее зная, почему и как все происходит, ты не сможешь помешать тому, чтобы это случилось раньше, чем ты что-либо поймешь. Но все-таки есть люди, у которых получается трансформировать негативные мысли в позитивные. Это мастера жизни. Их мало, но все-таки они есть. Сначала нужно понять одну вещь. Начальный наплыв той или иной эмоции избежать практически невозможно. Но то, как долго ты будешь ее испытывать, решаешь ты сам. Люди, поставленные в одну и ту же ситуацию, реагируют на нее по-разному. Кто-то неделями не может себя успокоить, а кто-то забывает про все уже через час. Степень реагирования на ту или иную ситуацию зависит от веры в свою внутреннюю истину. Именно из внутренней истины рождаются мысли. Энергия по своему качеству везде одна и та же. Но ум, который пропускает через себя эту энергию, у каждого разный. Чем меньше ум искажает энергию, которую пропускает через себя, или, правильнее сказать, отражает, тем реальнее человек смотрит на мир. Как изменяется внутренняя истина человека? Пожалуй, это главный вопрос. Для того, чтобы изменить свою внутреннюю истину, надо изменить свою точку зрения, перспективу. Именно изменение своей точки зрения поднимает ум на новый уровень осознания. Чистый ум, ум без каких-либо искажений, отражает мир вокруг себя таким, какой он есть. Но что является истинным критерием чистого ума? Истинным критерием чистого ума является степень погружения этого ума в настоящем моменте. Такой ум не фантазирует, не питает в облаках, не питает себя иллюзиями, а целиком и полностью пребывает в настоящем моменте. Пример Искаженный ум человека может сколь угодно долго мечтать о том, что он является сильным. Но стоит положить на тело этого человека восьмидесяти килограммовую штангу, и этот ум начинает понимать, что он что-то недопонимает, он что-то упустил, так как, как бы он ни старался, он не может сдвинуть эту штангу с места. Искаженный ум человека может сколь угодно долго думать о том, что он является хорошим боксером, так как он прочитал очень много книг об этом и просмотрел много боев. Но вот его ставят на ринг с простым любителем, и он ничего не может ему противопоставить. Что пытается сделать мастер, когда пытается чему-то научить? Он пытается переключить ум ученика с воображаемого на очевидное. Этот процесс демонстрирует уму, что не происходит ничего, помимо того, что происходит. Тонкий момент этого ювелирного процесса в том, что все видят мир таким, какой он есть, но каждый ум пытается добавить к этому процессу что-то свое, что-то искаженное, воображаемое, придуманное. Мастер пытается научить ум перестань добавлять к происходящему, чтобы это не было еще. Чистая неискаженная эмоция всегда дарит внутренний покой. искаженная эмоция дарит внутреннее беспокойство. Причем надо понять то, что все эти перемены, раздражение и внутренний покой происходят во внутреннем мире человека. Внешние события при этом остаются неизменными. когда ум использует ложные отправные точки для своих мыслей о том, что происходит в данный момент, он начинает создавать для себя ложный опыт момента сейчас. Нет никакого потом, поэтому откладывать что-либо на потом просто невозможно. Пока человек что-либо не переживет на собственном опыте, он не сможет не испытывать страха, так как это для него что-то новое, то, чего он не понимает. И лишь со временем набравшись опыта, он все меньше и меньше переживает по этому поводу. Усилием воли, гибкостью мышления, пониманием, которое приходит с опытом, человек все быстрее может успокаивать вспышки гнева и раздражения в себе. Реальность порождается опытом. Опыт порождается нашей реакцией на эту реальность, то есть нашими эмоциями. Эмоции порождаются мыслями. Мысли порождаются нашей внутренней истиной, которая зависит от данных, которыми мы владеем. Именно от этих данных зависит качество нашей мысли. Данные, которыми мы наполнены, мы получаем с самого рождения от родителей, друзей, школы, телевидения, игр, религий. Возникает вопрос, что проявляет те или иные данные в человеке? Данные, которые человек накопил за свою жизнь, проявляются в человеке через события, которые с ним происходят. Затем напрашивается еще один вопрос. Кем или чем проявляются эти события? События проявляются жизнью. Реальностью, в которой живет человек. Красота этой логической цепочки в том, что она не прямая, а круглая. Все идет по кругу. С реальности начинается и реальностью заканчивается. По ним бегают по кругу. Ни один из элементов этой цепочки не является более важным, чем другой. Поэтому нельзя пренебрегать ни одним из них. Неважно, на каком уровне развития ты находишься и какого понимания достиг. Эта круговая система, формирующая твою реальность, просто вращается, и если ты после многочисленных побед решишь предаться засорению какого-либо из элементов этой системы, то твоя реальность частично начнет разрушаться в зависимости от степени разрушения, которое на нее оказывает. Нет никаких побед и поражений. Нет никаких праздников и соревнований. Нет никаких друзей и врагов. Нет никакой работы и зарплаты. Это все придумал больной ум человека для того, чтобы тешить себя иллюзиями мнимых побед. Но есть простой круговорот твоей жизненной силы, и ему совершенно безразлично, кем ты себя возомнил. Если ты опустошаешься, то ты опустошаешься. Если ты наполняешься, то ты наполняешься. Жизнь — это никакой не друг. Который, помогая, защищает и учит. Жизнь — это зеркало, которое просто отражает твою внутреннюю чистоту. И степень этой внутренней чистоты у каждого разная. В ней очень много характеристик. У тебя нет никакого предназначения и долга перед жизнью. Потому что жизнь — это просто отражатель того, что есть. И ей от тебя абсолютно ничего не надо. Жизнь — это совершенная система. И она сама себя восстанавливает, обновляет и уравновешивает. Ты, как ею порожденная частица, можно сказать, жизнь в миниатюре, обладаешь теми же самыми качествами. Поэтому, когда человек, который долго себя разрушал, останавливается и просто ничего не делает, жизнь через этого человека начинает себя уравновешивать и восстанавливать. Переводя внимание человека на то, что может восстановить его жизнесистему. Но больному у человека начинает казаться, что это подарок с небес или игры добрых ангелов. Ему кажется, что он теперь под защитой высших сил. И можно позволить себе снова прыгнуть в праздное разрушение себя через удовольствие. Жизнь ведь все равно защитит. Но не тут-то было. Но если все элементы равнозначны и нет главного, то откуда лучше начать? Рассматривая любой текущий момент, ты почти всегда опираешься на данные своего прошлого, свою внутреннюю истину, свой опыт. Твоя мысль порождается той истиной, которую ты принял за чистую монету. Степень чистоты твоей внутренней истины зависит от данных, которые ты в себя вложил или дал вложить другим. Вот так человек все глубже начинает погружаться в свой эмоциональный ад, который потом проявляется в его физической реальности настоящими неприятностями. Причем человеку очень трудно выбраться из этой негативной реальности, потому что в основном все вокруг него такие же больные, как и он сам. Все вокруг начинают все запутывать и вести себя крайне безумно. И от этого действительно можно сойти с ума или наложить на себя руки. В ходе процесса создания собственной истины ум возвращается во времени, чтобы собрать все данные обо всех моментах прошлого. Из этих собранных моментов прошлого формируется своя точка зрения о настоящем моменте. Ум буквально со скоростью света обрабатывает настоящий момент и сравнивает его со всеми прошлыми моментами, которые схожи с этим настоящим моментом по виду, по цвету, по звуку, на ощупь, на вкус, на запах и так далее. Если ум находит соответствие, он сравнивает оба массива данных, чтобы выяснить степень схожести, а затем прибавляет к настоящему моменту всю информацию из прошлого, которую он считает уместной. Тем самым создается новый массив данных, который мало похож на момент, рассматриваемый изначально. Эти пересмотренные дополненные данные оказывают огромное влияние на то, что ты называешь своим опытом. Твоя реальность это не то, что ты видишь, но то, что ты думаешь, будто видишь после того, как добавлены данные из прошлого. Так формируется твоя точка зрения, и так ты воспринимаешь свою реальность. Десять других человек, глядя на то же самое, воспримут ее по-иному. Каждый по-своему. А теперь один коварный момент. Данные из прошлого в твоем уме бывают двух типов. Это оценочные данные из прошлого и фактические данные из прошлого. Оценочные данные из прошлого состоят из хороших воспоминаний и плохих воспоминаний. В зависимости от того, как на тебя подействовал тот или иной момент, ты вешаешь на него тот или иной ярлык. Причем эти моменты накладываются друг на друга и становятся для тебя чуть ли не единственно правильными, и тебя уже очень трудно переубедить в обратном. Фактические данные это то, что есть. Человеку, никогда не видевшему снега, можно долго объяснять, на что он похож. Но понять, что это такое, он сможет лишь тогда, когда увидит его сам. Ты постоянно проецируешь на настоящий момент данные своего прошлого. И ничего не можешь с этим поделать, потому что это происходит настолько быстро, что ты не успеваешь ничего осознать. Но опять повторимся. Ведь все-таки есть люди, у которых это получилось. Как они это сделали? Они исходили не из уровня ума, а из уровня души. В отличие от ума, душа способна выходить за пределы причинно-следственных связей. Почему? Потому что в высшей реальности, в которой обитает душа, не существует такого явления, как данные из прошлого. Там всегда здесь и сейчас. Итак, мы имеем искаженную реальность и наблюдаемую реальность, которая формирует наш ум. Также мы имеем высшую реальность, в которой пребывает наша душа. Именно благодаря этой высшей реальности все люди имеют возможность трансформировать свою жизнь. психологи учат людей переключаться из искаженной реальности на наблюдаемую. К примеру, можно привести ребенка, который живет только одними компьютерными играми. Я буду пытаться переключить тебя на высшую реальность. И так, как я говорил в самом начале, энергию для ума дает душа. Именно к ней следует подключаться. Душа это топливо для ума. Если отключить ум от души, то он начнет создавать искаженную безжизненную искусственную реальность. Нет разделения между духовной и физической составляющей жизни. они едины. Иными словами, ум без души ничего не может. Корневые данные, которые ты вложил в себя, были приняты тобой в самом раннем возрасте, когда ты находился в утробе матери. Ты, конечно же, этого не помнишь, но это не мешает этим данным работать в тебе и формировать твою реальность. Что же такое душа? С чего начать ее доказательства? Для примера рассмотрим под микроскопом камень и увидим там миллионы движущихся вокруг своей оси частиц. Что за сила заставляет эти частицы двигаться? это единая всепронизывающая сила и есть сила души. Нечто движет всем. Это нечто нельзя увидеть, но мы все ощущаем результат его воздействия. Это нечто само себе дает силу для существования и развития. Эта невидимая система совершенна. Она функционирует безупречно. Ее устройство изящно. И главный источник ее силы безграничен. Система сама себя восстанавливает и обновляет. Она присутствует во всем и нет такого места, где ее не существует. на уровне души мы все едины с этой невидимой системой. И именно из нее получаем силу для своего существования. Душа знает, что она едина с жизнью, что жизнь бездонная и вездесуща. И ей грустно наблюдать, как ум пытается убедить нас в обратном. ум так поступает потому, что может основываться только на данных из прошлого. Душа находится за пределами ума, за пределами данных из прошлого, там, где не существует времени. Душе всегда известна настоящая истина, потому что она в ней пребывает, в отличие от ума, который основывается на кажущейся истине. Именно поэтому я говорил, что истину можно познать только за пределами ума. Между твоей душой и происходящими с тобой переменами существует прямая связь. эта совершенная невидимая система под названием жизнь оказывает на твою душу воздействие через перемены, которые она для тебя создает. Именно поэтому люди говорят «все, что не делается, все к лучшему». Понять замысел жизни невозможно, потому что он находится вне твоего ума. Ум никогда не сможет понять суть перемен, которые с ним происходят. Именно поэтому он боится их и пытается им хоть как-то противостоять. Ум воспринимает перемены как разрушение, как крушение, как остановку потока, как перелом направления, как смена условий или обстоятельств нашей жизни. И это есть одна из самых важных истин нашего ума. Перемены разрушительны, и от них надо защищаться. Эта истина служит источником мыслей, из которых возникают эмоции, которые порождают наш опыт и соответственно формируют нашу реальность. Ум наблюдает за тем, как происходят события, над которыми он не имеет контроля. И он пытается хоть каким-то образом эти события контролировать. Нашу реальность порождают события, если смотреть умом. Но если выйти за пределы ума, то нашу реальность будут порождать не события, а жизнь, создающая для нас перемены, которые в свою очередь порождают события. Когда наш ум наблюдает события, мы видим кажущуюся, воображаемую реальность. реальность. Когда мы выходим за пределы ума, мы видим действительную реальность, порожденную для нас жизнью через перемены. Перемены есть цветение жизни, которое раскрывается перед нами. Перемены это не остановка потока, но сам поток. Перемены это и есть движение жизни, движение в жизнь. Перемены это не смена условий и обстоятельств, но сами эти условия и обстоятельства. Если бы не было перемен, не было бы самой жизни, так как жизнь это то, что изменяется. Но ты можешь сказать, что вопрос не в том, будут ли в жизни перемены, а в том, какого рода они в ней будут? Ответ на этот вопрос зависит от того, каким образом ты используешь механику ума. И ввел ли ты эту механику в систему души, воспринимая их как одно целое? души. или иначе нужно понять, что такое система души. Душа это энергия. Энергия жизни, дающая жизнь самой жизни. Жизнь питает жизнь жизнью через процесс самой жизни. это самопитающая, самоподдерживающая система. Жизнь постоянно изменяется для того, чтобы всегда иметь способность поддержать себя. Жизнь меняется ради обновления самой жизни. Именно поэтому все происходящие перемены к лучшему. если человек не будет уходить внутрь себя иными словами подключаться к своей душе, то его ум будет просто работать вхолостую. Его реальность перестанет обновляться и он окажется в эмоциональном аду, каждый в своей степени. Это нужно понять. Жизнь постоянно формирует из себя нечто, чем она не была прежде. Именно через этот процесс становления жизнь вдыхает в себя жизнь. Жизнь постоянно эволюционирует на все более высокие уровни сложности. Жизнь не может деградировать, даже если пожелает. Она просто не способна на это. Но ум со всеми его ограничениями видит то, что он видит. Он видит то, что у него что-то было, а теперь это у него отняли, и все стало только хуже. Тем не менее, любой мастер сразу скажет «Не суди по внешнему виду». А ведь ум только и умеет судить по внешнему виду. даже зная то, что жизнь совершенна и ведет только к лучшему, человеческий ум все равно испытывает страх. Почему так происходит? Потому что как бы ум ни пытался все объять, у него все равно этого не получится. Но что же заставляет человека идти вперед и бесстрашно принимать свою судьбу? Вера. Чем больше в человеке веры в жизнь, тем сильнее его связь со своей душой, ну и как следствие с самой жизнью. Соответственно, маловерный человек – это тот, кто утратил связь со своей душой. Перемены – это не случайные изменения. У перемены есть своя причина. Перемена свидетельствует о том, что нечто не работает. Перемены в твоей жизни происходят из-за нарушения равновесия, нарушения гармонии. Жизнь – это совершенная система. А совершенная система всегда находится в гармонии, в равновесии. следовательно, когда твоя жизнь выходит из равновесия и начинает разрушаться, истинная жизнь просто приводит все в порядок, восстанавливает нарушенные равновесия. Перемены, какими пожестокими они для тебя не казались, создает для тебя твоя душа, поскольку лишь она истину знает, кем ты действительно являешься, и лишь она одна действительно может все исправить. Душа чувствует твою сущность. Она пронизывает каждую клетку твоего существа. Ум никогда не сможет понять план души, хотя бы потому, что он живет только одну жизнь, а твоя душа пережила уже тысячи жизней. Планы твоей души пребывают в безмятежном единстве с всеобщим энергетическим потоком самой жизни. Энергия жизни всегда направлена на самовыражение, развитие, гармонию. Она стремится познать себя на опыте во всей своей полноте. Если посмотреть на эту игру со стороны, то мы наблюдаем, как ум человека теряется в виртуальной реальности своего воображения. А душа человека старается при этом как бы влить в воображаемую реальность ума истинную реальность жизни. Душа старается сделать так, чтобы ум увидел мир таким, какой он есть. Весь фокус в том, чтобы не заблудиться в воображаемом мире своего ума и жить в соответствии с планом своей души. Все это сказано для того, чтобы ты понял, что ты не жертва происходящих с тобой событий. Ты их источник. Теперь ты не будешь бежать от перемен, но попытаешься понять то, к чему они пытаются тебя привести, что они пытаются в тебе проявить. Также нужно понять одну важную вещь. Ум связан с душой воедино. Они одно целое. Поэтому откидывать и бороться со своим собственным умом бесполезно и не нужно. Не надо убивать никакое придуманное ум эго. Это просто уловка хитрого ума. Также нет никакой границы между сознанием и под сознанием. Так говорят для удобства понимания. Правильнее говорить не под сознание, а просто более глубокие полосты сознания. Тем более глубина сознания бездонна, как сама жизнь, а не единая. Ум это просто механизм, который делает свою работу. Нужно не бороться с ним, а попытаться понять то, как он работает. Нужно сделать так, чтобы он работал на тебя, а не против тебя. Для того, чтобы ум мог обрабатывать поступающую в него информацию, он должен смотреть на вещи поочередно, постепенно. Именно для этого он сужает диапазон поступающей в него информации. Именно это его способность и не дает взглянуть на вещи целиком, целостно. Ты можешь сказать, выходит выхода нет, и я не смогу взглянуть на мир целиком. И вот здесь мы подходим к очень важному моменту. Ты это не только твой ум. Ты нечто большее. Если у твоего ума узкий кругозор, это еще не говорит о том, что у тебя он тоже узкий. Твой ум это всего лишь одна из маленьких частей тебя. Твоя душа напрямую связана с жизнью, а жизнь это все, что есть. То есть твоя душа слита со всем, что есть. Она это все. Она имеет все, потому что является всем. Она имеет любовь, потому что она есть любовь. Она имеет веру, потому что она есть вера. Она имеет умиротворение, потому что она есть умиротворение. У души нет только одного. У нее нет опыта всего этого. Именно для переживания всего этого на опыте и были созданы ум и тело. ум должен работать в узком диапазоне, иначе ты бы просто не смог рассматривать каждую вещь по отдельности. Все происходит одновременно. Есть только сейчас. Но ум может рассматривать вещи лишь по отдельности. Он записывает себе в память каждый прожитый момент по отдельности и в итоге формируются такие кажущиеся вещи, как прошлое, настоящее и будущее. Он пребывает в своей душе и смотрит на нее изнутри. К чему все это сказано? К тому, что ум может собрать и воспроизвести всю информацию, которую накопил сегодня. Также он может вспомнить и воспроизвести информацию, которую накопил в прошлом. Но он не может воспроизводить того, чего еще не видел. Он не может воспроизводить будущее. А если бы он это смог, то понял бы, что никакого прошлого, настоящего и будущего не существует. Есть только вечное сейчас. Но благодаря своей душе он может на мгновение расширять свои возможности. Душа раскрывает перед умом более широкие перспективы. Со всеми нами когда-то случались эти мимолетные вспышки понимания, эти ускользающие моменты полного осознания. В эти мгновения полной прозрачности душа дает понять уму, что он владеет, как он думал, далеко не всеми знаниями. он не имеет целостной картины мира. Душа как бы произвольно начала смотреть на мир через призму ума для того, чтобы по отдельным частям рассмотреть свою красоту. Получается, что ум ничего не создает. Ум просто вспоминает, проявляет то, чем является душа. а душа является всем. Ум на самом деле очень тонкий и хрупкий механизм. Если душа начнет ему раскрываться быстрее, чем он может выдержать, то он просто перегорит. Ум может пропускать через себя лишь определенное количество информации. Получается, что без ума ты не сможешь накапливать опыт. Но в то же время ум не позволяет тебе увидеть целостную реальность своей души. Функция души во всей этой игре состоит в том, чтобы помочь тебе вспомнить то, что ты уже знаешь, но не слишком много и не слишком быстро. Чтобы у тебя не вышибло ум таким интенсивным потоком информации. Вот так собственно взаимосвязаны ума-душа. Душа без ума не может получать свой опыт, а ум без души просто не может существовать. Позволяю уму вспомнить проблески действительной истины, которые ты еще не познал на опыте в этой жизни, а следовательно не храни в своей памяти. Душа помогает тебе пройти через непонятный и неприятный текущий опыт. Она дает тебе возможность поднять свой опыт с уровня воображаемой тобой реальности до наблюдаемой реальности, а затем еще выше к высшей реальности. Следует понимать, что подняться до уровня наблюдаемой реальности это уже огромный прорыв в развитии ума. Большинство людей попадает туда весьма нечасто, и еще меньшему числу удается остаться там надолго. Лишь человек, который может реально смотреть на вещи, способен создать для себя такую жизнь, которую он хочет. Он нарисует ее для себя словно художник. Он напишет ее для себя словно музыку. Он разыграет ее для себя словно пьесу. В состоянии наблюдаемой реальности человек ничего не искажает, не добавляет ничего лишнего, но видит все в точности так, как оно есть. По мере того, как душа расширяет диапазон ума, начинает изменяться наша точка зрения. В конечном итоге точка зрения это все. От точки зрения зависит то, насколько реальнее целостнее мы смотрим на мир. Поэтому главный вопрос звучит так. Каким образом изменяется наша точка зрения? точка зрения меняется в связи с повышением наших душевных вибраций. Душа создает для нас определенные жизненные события для того, чтобы повысить наши душевные вибрации. Обстоятельства, в которые ставит нас душа, заставляют нас искать ответы и подходы, которые смогли бы сделать нашу жизнь более осмысленной. В результате мы приходим к видению более целостной картины мира. Ты есть там, где ты есть. Душа жаждет получить опыт того, что уже знает, но еще не испытывал на собственном опыте. Именно для этого душа создает вокруг тебя определенные обстоятельства. лампочка может знать о токе все, но гореть она начинает, когда пропускает через себя этот ток. Система души исключительно элегантна по своему замыслу. В ее основе лежит выбор, познание и опыт. Ты не можешь пережить на опыте то, чего не знаешь. Ты не можешь узнать то, что не выбрал в качестве объекта познания. Конечно, с момента твоего рождения многое выбрано за тебя твоей душой, но в твоей жизни никто за тебя ничего выбирать не будет. Выбор это то, что ты делаешь сам. От выборов, которые ты принимаешь в каждом своем прожитом дне, зависит твое будущее. Твоя душа точно знает, какой следующий шаг нужно предпринять уму в каждый момент, чтобы вспомнить то, что ему нужно вспомнить на пути своей эволюции. Чтобы не терять связь со своей душой, необходимо ежедневно уделить некоторое время налаживанию этой связи. именно душа расширяет кругозор ума, давая ему новую, более широкую точку зрения. А точка зрения это самая главная составляющая процесса творения твоей реальности. Итак, точка зрения это все. Большинство людей для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, предаются глубоким размышлениям, оставляя душу при этом в стороне. Однако именно душа не ум, способная изменить жизнь к лучшему. Душа полностью слита с нашей реальностью, в которой мы живем. Они едины. Душа, реальность, жизнь. Именно реальность формирует точку зрения. Точка зрения формирует восприятие. Восприятие порождает верование. Верование порождает поведение. Поведение порождает события. События порождают данные, из которых формируется наша истина. Наша истина формирует наши мысли. Мысли порождают эмоции. Эмоции порождают наш опыт. Опыт порождает реальность. Круг замкнулся. Как видишь, причиной происходящих с нами событий в жизни является наше поведение. А наше поведение зависит от наших верований. Наша вера полностью зависит от нашего восприятия жизни, которое в свою очередь зависит от нашей точки зрения. лишь душа может влиять на точку зрения. Именно поэтому умом мало что можно изменить. Система души очень сложно представить, но все же можно сказать то же самое иначе. Из чистого бытия возникает сознание. Из сознания проистекает осознание. Из осознания проистекает точка зрения и так далее. Во Вселенной нет прямых линий и все замыкается на себя. Все начинается с чистого бытия и заканчивается на чистом бытии. Изменяя точку зрения, ты начинаешь влиять на самую суть того, в чем ты находишься. И это нечто представляется перед тобой в новом виде. Возникает хитрый вопрос. Как вспомнить свою исходную изначальную точку зрения? Для этого надо подключиться к системе души. Механика ума никогда не поможет тебе в этом, по той простой причине, что информация о том, откуда ты начал, хранится не в уме, а в твоей душе. Жизнь всегда пребывает в равновесии. Когда любая из ее грани выходит из равновесия, жизнь сразу же реагирует на этот сдвиг энергии, приводящий к дисгармонии, и начинает приспосабливаться, начинает все уравновешивать. Это уравновешивание направлено на сохранение устойчивости. Обеспечив свою устойчивость в новой измененной форме, жизнь снова приходит в гармонию. Душа фиксирует первые признаки нестабильности еще задолго до того, как проявятся первые негативные результаты, и начинает восстанавливать равновесие. это можно сравнить с замедлением вращения юлы. Жизнь есть процесс, который наполняет жизнь жизнью через процесс самой жизни. После всего сказанного можно дать жизненным переменам более полное определение. Жизненные перемены это сложный процесс подстройки, уравновешивания системы души. Уму не понять замысла души, но душа точно знает, что делает. Ум, тело, физическая жизнь вокруг – это инструменты души, с помощью которых она выполняет свои задачи. Теперь давай подробнее рассмотрим то, как ты создаешь перемены, которые изменяют твою жизнь. Ты естественно можешь сказать, что ты не выбирал перемены, которые с тобой произошли. В некотором роде это правильно, поскольку ты создаешь свои перемены не умом. Создание перемен происходит на очень высоком метафизическом уровне, процессом синергетического энергообмена в твоей душе. В некоторых кругах это называется законом привлечения. Конечно, с точки зрения ума многое, что несут с собой перемены, крайне нежелательно. Но с точки зрения души это все делается для твоего становления. Система становится все более устойчивой. Итак, жизнь это энергия, питающая сама себя. Жизнь производит новую жизнь через процесс самой жизни. Жизненная энергия сама себя дублирует. Ты слышишь? Жизненная энергия дублирует саму себя. Причем это происходит с невероятной скоростью, быстрее скорости света. И именно поэтому твое позитивное состояние в текущем моменте подобно обновлению этого великого кругового процесса. При этом ты должен быть честен самим собой. Ты не можешь притворяться радостным перед этим великим круговоротом душевной энергии. Если ты притворишься, то он просто отразит тебе твое пустое притворство. Позитивное состояние в текущем моменте не только изменяет твой текущий опыт, но и приводит в движение энергии, создающей будущие события. Поэтому твои суждения и представления, которые ты создаешь о текущем моменте, играют важную роль в формировании твоей жизни. То есть ты производишь то, что проецируешь. Ты творишь своими выводами. в Библии это звучит так по вере вашей да будет вам. Все перемены происходят для поддержания гармонии и равновесия в жизни. Сейчас ученые говорят о некой загадочной силе, которая управляет процессами во Вселенной. Причем эта сила разумна. эта загадочная сила есть сама жизнь. Она присутствует везде и во всем. Именно она приводит все в движение от Вселенной до постоянно движущихся атомов камня. Какая польза мне от этого, спросишь ты? Эта сила также действует внутри тебя. для того, чтобы ее ощутить, ты должен остаться в тишине и темноте наедине с собой. Так ты сможешь ощутить эту загадочную силу. Лишь оставаясь в тишине наедине с собой, ты позволяешь этой силе быть с тобой. Эта сила лично для тебя не что иное, как данные жизни, которые заполняют тебя. Для того, чтобы получить доступ к этим данным, нужно успокоить свой ум. Когда ты успокаиваешь свой ум, ты начинаешь слышать свою душу, в которой эти данные хранятся. Один из способов добиться этого, это медитация. медитация это когда ты не задаешь никаких вопросов, ничего не требуешь и ничего не ожидаешь, но лишь просто остаешься наедине с самим собой. Медитацию лучше всего выполнять в темноте и тишине, так как в темноте и тишине уму не за что зацепиться. Далее следует сосредоточиться на своем дыхании и постараться слиться с его ритмом. При этом отстраненно наблюдать за тем, что проявляет перед тобой твой внутренний взор. Движение цветных пятен, которые происходят перед твоим внутренним взором, это не что иное, как твои мысли. Твоя задача состоит в том, чтобы очистить свой ум от этих мыслей. Перед твоим внутренним взором должен остаться черный экран. Настрой свой ум на черноту. Старайся без усилий и ожиданий погружаться в эту тьму все глубже и глубже. просто глубоко вглядывайся без усилий и ожиданий. Следует немало потрудиться для того, чтобы научиться отключать свой ум и просто пребывать в текущем моменте, не оценивая его, не давая ему определений, не пытаясь вызвать какие-то события, что-то выяснить и понять при помощи ума. Это похоже на занятие любовью. Медитация это занятие любовью со вселенной. Не нужно пытаться понять жизнь, нужно просто постараться ощутить ее. Жизнь есть все, к ней ничего не прибавишь и от нее ничего не отнимешь. Все, что можно сделать, это пребывать в ней все более и более четче, глубже. Если в глубине черноты ты заметишь переливающиеся блики света, попытайся сохранять свое внимание на них как можно дольше. Это, пожалуй, самое сложное. Направлять внимание следует умом, но при этом быть вне ума. Словами это можно выразить так. Стараться не обращать внимания на то, на чем сосредоточено твое внимание. Любое предчувствие или ожидание уводит тебя все дальше от бликов света. Блики света никуда не отдаляются. Они присутствуют там всегда. Это ты определенным своим состоянием отталкиваешь себя от них или же притягиваешь. Любое предчувствие или ожидание перемещает момент в будущее. Дальше от тебя. Туда, где тебя нет. Поэтому кажется, что блики света были, но исчезли. Но они никуда не уходили. Это ты покинул настоящий момент, предавшись иллюзиям. Ощутить это прекрасное духовное состояние будет для тебя настоящим блаженством. Но и в некотором смысле проклятием. Так как ты постоянно будешь желать вернуться к этому состоянию. В жизни каждого человека случается такое состояние, когда удается отступиться от желания, отдалиться от надежды, отвергнуть всякие ожидания и полностью погрузиться в текущий момент, не ожидая ничего вообще. Именно к такому состоянию и стремится человек к медитации. Это крайне нелегко, но достижимо. вот еще один тонкий момент. В медитации человек не опустошает свой ум. Ум это река мыслей, это река текущей энергии. Человек просто на время отстраняется от этой реки, уходит за ее пределы. Человек оказывается на время в стороне от своих мыслей. для того, чтобы понять суть происхождения вещей, нужно обратиться к корням. Все физические проявления жизни порождены энергией. Это многие чувствуют. Но как это доказать? Специальные современные приборы наконец-то зафиксировали то, что Вселенная не безмолвна. Она звучит. В любом уголке самого глубокого космоса Вселенная вибрирует на очень низкой частоте, на первоначальной вибрации. Именно этой вибрацией порождаются все творения. Далее эта вибрация постепенно начинает увеличивать свою частоту. Первоначальный звук из низкого гула превращается в изысканную музыку сфер. Звук начинает вибрировать с такой скоростью, что вся его сущность буквально раскаляется до бела и рождается свет. Затем путем элегантного процесса распределения своих колебаний между различными частотами энергии создаются проявления физического мира. В буддизме говорят, что глубокий звук Ом превращается в дивное проявление жизни. В христианстве говорят несколько иначе. И слово стало плотью и обитало с нами. Итак, чем быстрее вибрирует энергия, чем выше становится частота ее колебаний, тем более плотной она становится. Так приобретает плотность то, что не является первоначально плотным. Энергия движется с такой непостижимой для ума скоростью, что ум просто не успевает ее воспринимать целиком и воспринимает лишь отчасти как может и естественно не без искажений. Но ума не был предназначен для того, чтобы охватить все сразу. охватить все сразу может только душа. Ум это прекрасно сработанное приспособление для анализа ограниченного количества данных, которые поступают к нему из неограниченного источника. Получается, что нужно научиться подключать душу для того, чтобы видеть все более реально, с меньшим количеством искажений. нужно научиться осознавать момент подключая душу. Для этого ты должен научиться замедляться. В этом парадокс. Для того, чтобы научиться мыслить быстрее, ты должен научиться замедляться. Медитация это не повышение скорости вибраций, а наоборот понижение. Мысли это энергия. Но здесь можно сказать больше. Мысли это электрическая энергия. Мозг это проводник электрической энергии и его импульсы можно замерить. На первый взгляд те перемены, которые создает для тебя твоя душа, могут показаться тебе бессмысленными и болезненными. Но душа создает их для тебя, для твоего же блага. Она твой истинный лекарь. Она исцеляет тебя и создает оптимальные условия для твоего роста. Не забывай самого главного. Через тебя жизнь ощущает себя в новом цвете. Жизнь в предвкушении. Она жаждет новых и ты можешь подарить их через самого себя. Каждой своей истиной, которую ты принимаешь, каждой своей мыслью, которую ты рождаешь, каждой своей эмоцией, которую ты проявляешь, каждым своим действием, которые ты создаешь, ты решаешь, кто ты есть и кем решаешь быть. Каждый поступок есть акт самоопределения. Следует понять, что своим внутренним состоянием души ты творишь свою жизнь. Ты можешь притворяться перед другими и скрывать свое состояние столько, сколько хочешь. Но от жизни ты не сможешь скрыть своего внутреннего состояния души. Именно его она отразит от себя подобно зеркалу и вернет тебе обратно. Ты можешь хотеть что угодно, но если ты не знаешь, как воплотить свое желание в жизнь, оно так и останется простым хотением. чрезмерное хотение чего-либо отдаляет это от тебя. Разумнее всего иметь желание на уровне предпочтения. Знать, что все равнозначно и ничто не имеет значения. Понимать, что если даже желание не исполнится, то ты немного от этого потеряешь. Ведь в конечном итоге твое внутреннее состояние души вот что создает твой мир. И нарушать его из-за неосуществленного желания будет крайне неразумно. Создавай вокруг себя энергетическое поле спокойствия и гармонии. По закону привлечения в твою жизнь начнет притекать все больше спокойствия и гармонии. твой сопо твой реж неосуществуемо.